Следователи завели новое уголовное дело в отношении бывшей замглавы департамента горы имущества мэрии Ирины Тюриной. Ее подозревают в получении еще одной взятки. Сумма около 300 тысяч рублей. Следователи считают, что вознаграждение полагалось за победу коммерческой организации в аукционе по аренде нежилого здания. Напомню, чиновницу задержали в октябре прошлого года. По версии следователей, она получила от бизнесмена 200 тысяч рублей. Дело также связано с арендой недвижимости. Деньги Тюриной передавали через посредников, а те, в свою очередь, поделили между собой еще 250 тысяч рублей. Судом по ходатайству следствия в отношении чиновцев избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Посредники находятся на домашнем аресте. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Также проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности. Также в Следственном комитете рассказали и про другие громкие дела. Например, о бывшем главвраче перинатального центра Андрее Павлове. Его подозревают в получении нескольких взяток от бизнесменов за поставку товаров медицинского назначения. Врач свою вину не признает и, как считают в Следственном комитете, умышленно затягивает следствие. Однако посредник свою вину признал. Сейчас дело находится на завершающем этапе расследования. Поставить точку в этом деле намерены уже в феврале. Павлову грозит до 10 лет тюрьмы. Сегодня мы связались со стороной защиты и попросили прокомментировать заявление следователей. Адвокат Павлова заверила, что следствие никто не затягивает и время на ознакомление с делом есть. Кроме того, правозащитница по-прежнему настаивает на невиновности врача. Позиция защиты однозначно свидетельствует о том, что никаких поручений главной медсестре мой доверитель и мой подзащитный никогда не давал и давать не мог. Главная медсестра, она в свое время подписала досудебное соглашение. В рамках этого досудебного соглашения она дает якобы признательные показания, с моей точки зрения стремясь уклониться от уголовной ответственности.